Всем привет, в этой инструкции я попробую описать, как сделать качественный DVD-REP с двумя звуковыми дорожками при помощи программы Gordon Knot. В первую очередь вставим язык на русский, эту программу вы можете скачать, ссылка будет на форуме. Затем необходимо сгравить DVD на жесткий диск, для этого открывается DVD-Decryptor, он автоматически распознает фильм. Также мы здесь можем посмотреть информацию о аудиодорожках, тут видно, что первая аудиодорожка это английская, вторая русская. Нажимаем на старт, этот процесс длится пару минут, мы перейдем дальше. Готово. Теперь мы делаем проект файл, для этого открывается программка DVD-AV, открываем первый WAP, остальные дополняются автоматически. Для просмотра нажимаем F5, здесь нам нужна информация Interlaced и 16 на 9. Теперь нужно сохранить файл. даем название фильма, также длится пару минут, через пару минут готово. Идем дальше, на Bitrate, открываем проект файл, который только что создали. Фильм длится 2 часа 5 минут, мы выбираем для этого кодек X-Wid. Одна CD у нас по 700 мегабайт, хотим сделать две CD и разделить их. Первый аудио поток будет русский на 128. Второй оригинальный тон английский тоже на 128. Теперь здесь ставим галочку подсчитать превышение размера. Выбираем Audio 1, CBA MP3 и также Audio 2. Идем дальше. Идем дальше на разрешение видео. В первую очередь видно, что лицо вытянутое. Выставляем пропорции на 16 на 9, также мы видим, что снизу и сверху остаются черные полосы, их тоже следует убрать. Это мы можем сделать вручную, но также есть и возможность это сделать автоматически. Теперь мы видим, что ошибка пропорции очень высокая. Ее необходимо убрать. Для этого отметим умное урезание. Видео готово. Теперь делаем правильный размер. Фильтр. Также мы снизу видим примерный индикатор выходного качества. Идем дальше. Здесь мы все оставляем по умолчанию. Добавляем только этот фильтр, так как у нас видео интерлясит, чтобы не было полос. Идем дальше. Сохраняем. Здесь мы добавляем первое аудио, это должна быть русская дорожка. Тут я уже их переименовал. Ставим битрейт аудио на 128, постоянный битрейт. Добавляем вторую аудио дорожку. Ставим также битрейт mp3 на 128, постоянный битрейт. Переходим в папку xSuite. Тут ничего менять не надо. Запускаем проект. Тут еще раз видно, что будет программа делать. Итак, запускаем процесс. И через пару часов у вас будет качественный DVD-RIP с двумя звуковыми дорожками на два файла по 700 мегабайт. Будут вопросы, заходите на форум, спрашивайте. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...